Доброе утро. НРБК региональный блок новостей. Мы вещаем из отеля Краун Плаза Уфа в студии Маргарита Гафарова. Площадь индустриального парка промцентра в Уфе увеличится почти в два раза с 13 до 22 гектаров. На территории планируется построить еще четыре производственно-складских здания по 10 тысяч квадратных метров каждый. О перспективах развития индустриального парка рассказал его директор Павел Васильев. По словам руководителя, на свободные территории намерены привлечь новых резидентов. В ближайшее время появится еще около 200 рабочих мест. В 2022 году смогут трудоустроиться до 150 человек. На стадии подписания договора по производству светодиодных светильников. Там нужны чистые помещения. Сейчас переговоры ведем с НПП «Полигон». Это производство военной продукции. Решение оборудования позволяет это решение в последние дни. Это нас радует, что предприятия высокотехнологичные заходят. По словам директора промцентра, инвестиции в площадку за 6 лет превысили 1 миллиард рублей. Налоговые поступления резидентов в федеральный бюджет за это время составили почти 4 миллиарда рублей. В бюджет республики около 500 миллионов рублей. На территории индустриального парка на сегодняшний день размещено 83 арендатора. Создано 1350 рабочих мест. Из них порядка 40% населения микрорайона Шакша. В Башкортостане динамично развивается рынок электронной коммерции. Так, по данным Алиэкспресс, Россия на площадке зарегистрирована более 170 продавцов из республики. Компании преимущественно представлены в категориях товаров для дома, сада и кухни. По словам представителя одного из крупнейших онлайн-ретейлеров, выход на площадки маркетплейс российских продавцов, в том числе и региональных, подстегнула пандемия, когда границы закрылись в связи с карантином. Тенденция сохранится и после восстановления трансграничной торговли, прогнозируют эксперты. Можно как угодно ускорять доставку, но все равно доставка между странами априори будет, понятное дело, что дольше, чем доставка внутри. Поэтому в любом случае требования покупателей растут. И наш ответ на эти растущие требования – это то, что предложить им товары с локальной доставкой, и мы можем ей предложить российские товары. Ну, или товары российских продавцов. В региональном центре поддержки экспорта отметили, что готовы поддержать компании продавцов в выходе на электронные площадки. Что касается онлайн-шопинга, продажи на площадке Алиэкспресс в Башкортостане в сентябре по сравнению с февралем этого года увеличились на четверть. Покупатели из республики в основном приобретают электронику и гаджеты, компьютеры и автотовары, товары для красоты и здоровья, одежду. Предприниматели покупают оборудование и расходные материалы, которые используют в производстве. В Уфе установили памятник генерал-лейтенанту полиции Артуру Ахмедханову. Открытие бюста состоялось накануне на мусульманском кладбище. Артур Ахмедханов прошел путь от оперуполномоченного уголовного розыска до руководителя регионального управления МВД. Он ушел из жизни в мае 2019 года после тяжелой болезни. Я откровенно скажу, что для меня, как и человека, просто и как руководителя, это очень серьезная потеря. Потеря и в служебном, и в деловом качестве. Потому что, когда рядом такой сильный, надежный человек, многие сложные вопросы решались бы легче и эффективнее. Артур Ахмедханов много лет возглавлял республиканскую ГИБДД и службу милиции и общественной безопасности. Занимал должность министра внутренних дел в Северной Осетии. Два года назад вернулся в Башкортостан. Исполнял обязанности вице-премьера правительства республики. Завтра в Уфе стартует второй поток фут-акселератора. Это образовательная платформа для представителей индустрии питания. Первое очное занятие пройдет на площадке Дома инновационного предпринимательства «Фабрика будущего». Эксперты расскажут, как запустить стартап или прокачать действующий бизнес в сфере производства продуктов питания. В программе – проработка бизнес-проекта с нуля и экспертиза, доработка рецептуры, заключение контрактов, использование мер господдержки. Для участия необходимо зарегистрироваться заранее. И в завершение выпуска информации о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллары и евро растут. Американская валюта поднялась на 67 копеек, и курс составил 77 рублей 95 копеек. Евро плюсует 75 копеек. Курс – 91 рубль 45 копеек. И лучше обменные курсы к этому часу. Покупка доллара в банке «Финам» по 77 рублей 81 копейки. И продажа доллара в «Запсибкомбанке» по 78 рублей 10 копеек. Наиболее выгодный курс покупки евро в банке «Финам» по 91 рублю 16 копеек. И продажа евро в банке «Найва» по 91 рублю 55 копеек. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь на РБК, следите за новостями вместе с нами.